Друзья, приветствую всех. Дарья, счастливая, Сергей Жирнов. Сергей, здравствуйте. Здрасте, Даша. И привет всем нашим зрителям. Сергей, вы знаете, очень интересную историю рассказал Геннадий Гудков о том, что на дне рождения на 40-летии Кабаева, Путин отмечал это все на яхте с Геннадием Тимченко, там было несколько семей, но при этом Патрушева не было, его не пригласили, потому что у них успортились отношения. Вы же рассказывали о том, что вообще Кабаева ушла от Путина. И расскажите, пожалуйста, что знаете, достаточно интересные детали. Ну, мы всех деталей, к сожалению, мы всех не знаем. Все, что можем мы делать, это, знаете, заниматься тем, что рыбачим в пространстве открытой информации, пытаемся выудить какие-то жемчужины где-то и потом их проанализировать, составить картинку вместе. Вот это не всегда получается сразу, но потихонечку, с годами всегда это, потихонечку мы выходим на какую-то картину. Я вообще очень скептически отношусь к этой истории про путинскую женитьбу с Кабаевой вообще. Потому что я вообще считаю, что, ну не считаю, а я, так сказать, мой анализ показывает, что она была придумана тогда, когда у Путина были огромные семейные проблемы, и не семейные даже проблемы. У него были проблемы вообще оставаться во власти или не оставаться во власти. И там вообще такая была жуткая совершенно, с моей точки зрения, кремлевская история о том, что тот самый молодой Путин, молодой Путин, который был первые два срока, он не хотел оставаться долго, он хотел отсидеть 8 лет, заработать много бабла, заработать себе статус главы государства и затем уехать куда-нибудь в Баварию, купить себе шикарную, абсолютно шикарный палас какой-нибудь в Баварии, в Тироле, и продолжать там наслаждаться жизнью и так далее, пить баварское пиво, потому что он вообще бомбиван, он вообще такой этот самый человек, который не любит работать, человек, который любит гедонический образ жизни. А ему товарищи по Кооперативу Озеро сказали, что вообще-то, Володя, нас кидать не надо, потому что тебя любят россияне. Если ты уйдешь, то неизвестно, как все это дело повернется. И они настаивали на том, чтобы он ушел. И моя версия была, что у них был бы кризис, состоялся в июне 2006 года, вот такой большой кризис. Потому что состоялся в июне 2006 года, было два очень неординарных события. Первое событие, когда Путин был в Шанхае, в Китае, и он дал на полях сражений, хотел сказать, сражений, сражений в средствах массовой информации, он дал интервью, такое очень странное для комсомолки, которое комсомолка вынесла на первую страницу своего издания. Там сидит такой Путин в автомобиле бронированной, за шторкой такой, и титр огромный. В 2008 году я уйду из политики и из оппозиции буду критиковать власть. То есть Путин в 2006 году, в июне, 17 числа, 17 июня, говорит о том, что он не собирается оставаться больше президентом Российской Федерации. Это, в общем, скандал огромный, потому что, представляете, все люди, которые на него поставили, все чекисты, которые, значит, его продвигали, семья Ельцина, которая на него поставила, и вдруг Путин говорит, я не хочу оставаться во власти. Это, в общем, абсолютный, абсолютный был скандал. Он прошел не так заметно, как хотелось бы Путину, потому что у меня потом создалась версия такая, родилась, что даже этот скандал замяли, специально замяли. И когда он увидел, что его замяли, что из этого не получилось, такой супер новости какой-то, что она вдруг не пошла гулять по всем мировым шапкам, Путин уходит в отставку, Путин не хочет оставаться, Путин хороший демократ, значит, никакой он не диктатор, он хочет уйти на покой и заниматься своими делами. Это не состоялось. И тогда состоялся второй абсолютно скандальный эпизод. Это эпизод с целованием пупка мальчика Никиты. Это состоялось 30 июня, то есть через две недели после вот этого первого скандала, где Путин сказал, что он собирается уходить в отставку после 2008 года. И, судя по всему, на него начали давить. То есть вот мое прочтение было такое. Ему ребята стали говорить, нет-нет-нет, мы тебя не отпустим. А Путин говорит, ну-ка, я же решаю, я же президент вообще, я тут главный. А ему сказали, да никакой ты не главный, вообще ты никто. Тебя посадили сюда, чтобы ты сидел столько, сколько нам нужно. Не тебе, а нам нужно. А Путин им тогда, ну, сказал, что, а типа, почему вы за меня решаете? Вот. Они говорят, а потому что бабло, потому что такие миллиарды мы тебе не можем позволить, нам терять бабло, потому что без тебя, естественно, у нас будет совсем другая ситуация. Нам же надо найти кого-нибудь, кого россияне примут. А Путин ведь тогда реально был на пике популярности. Его реально там люди уважали, любили, ценили. Там появились какие-то сумасшедшие песни, если не кто-то Путин, тогда я хочу такого, как Путин. Вот помните эти истории всякие. И он решил сделать, пойти ва-банк и сказать, и сделать такую штуку, что типа, я вам отомщу, я вам сделаю такое, что я не смогу остаться. И вот тогда родилась история с этим мальчиком Никитой. То есть Путин выходит под камеры первого канала телевидения, воскресенье, по-моему, это было, ну, в общем, 30 июня. Это точно было воскресенье, а вот число надо проверить будет. А вот выходит на Соборную площадь Кремля, такая прогулка, там много народу, потому что Соборная площадь Кремля, для тех, кто не был в Москве и в Кремле, это не только место, где вот рядом находится там правительство, но это еще и музеи, туда просто народ ходит. Вот там Кремлевский дворец съездов находится, тут там концерты устраиваются, то есть он доступен, эта часть Кремля доступна для широкой публики. Там много народу, и он останавливается у какой-то совершенно незнакомой семьи, задирает футболочку у мальчика и цитует ему пупок. И в любой стране, вот даже себе представьте, да, значит, там Макрон идет по какой-нибудь, я не знаю, там по Шанс-Элизе, по Елисейским полям, и там останавливается и целует мальчику четырехлетнему или пятилетнему пупок, задирая футболочку. Да его вынесут через несколько часов, это будет мировой скандал, или там, я не знаю, там Трамп, если это сделает, или Байден это сделает. Ну вот представьте, что это было бы, если бы любой из мировых лидеров позволил себе то же самое. Путин делает эту штуку, значит, все в ступоре, это видно, кстати, по новостям, потому что этот ролик, он есть в доступе в Ютьюбе, плохого качества, но есть. Это проходит по новостям по первому каналу, и видно, что они в ступоре, они не знают, как реагировать. То есть, вот ведущие, они думают, ну вот они говорят, ну вот он, вот типа такой, вот заботливый, типа вот всех людей, детей любит. Проблема заключается, что мужчина, который любит детей, называется педофил на юридическом языке. И, значит, назревает какой-то скандал, но настоящего скандала вдруг не состаивается. Опять же, да, вот Путин две недели накануне объявил о том, что он хочет уйти в отставку, нет настоящего скандала, и здесь он целует в пупок мальчика Никиту, значит, и все это дело нивелирается, там делают какую-то странную песню про него в андеграунде. И говорят, ну, на самом деле все нормально, все хорошо, это типа царь-батюшка, вот видите, какой он добрый, он вот детей любит и так далее. Вот, и все. И дальше, в 2008 году, значит, надо сажать Медведева, вернее, надо сажать кого-то. Путин хочет посадить Сергея Иванова, но все остальные не хотят, потому что Иванов сильная фигура, Иванов реальный человек, который дослужился без всякого Путина до погон генерала-лейтенанта в СВР. Да, вот Путин в разведку никогда не попал, мы с вами, по-моему, тоже это когда-то уже проговаривали, я вам рассказывал, что его там после 1985 года вы выкинули из КАИ, сказали, что ты нам не нужен, и разведку в Ясене вы его не взяли, его вернули обратно в Питер. Вот, а Иванов Сергей Борисович, он реально дослужился, он был там в границе, работал с английским языком, и он дослужился до погон генерала-лейтенанта, то есть он был, по крайней мере, начальником службы серьезной какой-то, или крупного географического отдела, вот, и Путин на него ставил, а люди, судя по всему, вокруг Путина не хотели этого делать, поэтому они настояли на Диме Медведеве, который просто чудак на букву М абсолютный, он может приятный паник в компании, ну, типа, ну, посмеяться, там, шутить, винца попить, винцу, говорят, кстати, водку он не пьет, он говорит, что Хеннесси коньяк любит, вот, это инсайд вам, я сливаю мне, потому что вчера буквально в месседжере пришло сообщение, от одного моего неизвестного источника, который сказал, вот, сказали, что он водку пьет, он водку не пьет, он бьет коньяк, и может за вечер бутылку коньяка в одиночку выпить, вот, и обязательно французского Хеннесси, и, значит, посадили Медведева, но Путин остался при нем, и вообще даже существовала версия, ну, это такая, это совсем уж такая конспирологическая версия, что вот поскольку тот Путин 2006 года не хотел абсолютно оставаться у власти и говорил своим в кооперативе «Озеро», что нет, 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 я все-таки хочу уйти, то его, тихо, спокойно убили и посадили вместо него двойника, и вот уже с 2008 года нами правит двойник на самом деле. Причем это хорошо было для Путина в том смысле, что его пересадили в кресло премьер-министра, поэтому он как-то был не на первых ролях, а когда через четыре года он вернулся, то вот этот двойник, он как бы уже все с ним свыклись и уже перестали сравнивать его с тем Путином, который был в 2006-2008 году, и, так сказать, все заметили, кстати, что и политика тут же изменилась в 2012 году, и Путин изменился, и резко, значит, Путин пошел в клинч с Соединенными Штатами Америки, то есть там много чего изменилось, и еще вот то, о чем вы начали говорить в своей презентации, это то, что там семейные проблемы, потому что, значит, его жена в этот период исчезла из публичного пространства, странным образом говорили вообще, что они там плохо живут, что она ушла чуть ли не в монастырь какой-то, вообще не хочет с ним появляться. Сергей, мы сейчас говорим про Людмилу. Да, про Людмилу, да. Но вот в 2006 году, когда возник этот мальчик Никита, то для того, чтобы из этого скандала ничего не получилось, я заметил тогда, и, кстати, запустил эту версию в первом среде аналитиков, о том, что придумали тогда любовницу Путину Кабаеву для того, чтобы перебить эту историю с педофилией, с гомосексуализмом, с Медведевым, с мальчиком Никитой и так далее. И вот тогда эта версия пошла. И она пошла гулять, на самом деле, с 2007 года, и потом разрасталась. И каждый раз, когда возникали вопросы, а вот Путин там целует мальчиков, бум, возникала опять история новой с Кабаевой, какой-то слив, желтую прессу. И все это тут же немедленно перебивало. И, кстати, тогда было понятно, почему жена Путина реагировала вот так, потому что ей, конечно, было неприятно, что говорили про какую-то любовницу, потому что это... Ну, Путин ей объяснял, слушай, она это нужно, или там ей объясняли люди вокруг Путина, что это нужно ради государства, потому что вот видишь, иначе будут говорить о том, что он голубой, что он там с Медведевым, что он там с Тралдугиным, что ты прекрасно знаешь, что у него там было до этого, ты помнишь, как это было, ты помнишь, как ты за ним ухаживала три с половиной года, и он не хотел тебе жениться, вот, и так далее. То есть она, в принципе, догадывалась об этом, или знала даже это давным-давно. Вот, ты помнишь, как с Тралдугиным, там они ездили на сборы к молоденьким дзудаистам, когда накануне отъезда в Германию. Вот, то есть там истории, конечно, в общем, довольно грязные и странные. Вот, и Кабаева, весь этот миф разрастался, и люди поняли, что на самом деле этот миф работает, потому что народ любит вообще желтые истории, народ любит всю эту комплатистику, вот, и поэтому Кабаева так, она легко встроилась. А то, что история с Кабаевой, на самом деле, эта история все-таки придуманная, для меня главным аргументом является очень простой ответ. Вот, посмотрите, Российская Федерация, в принципе, считается там ортодоксальной страной, то есть, ну, эти самые, как называют, православной, православной страной, где, значит, православная церковь, хотя отделена официально конституцией от государства, тем не менее, играет очень важную роль. Патриарх является там фигурой шестого уровня, шестым человеком в иерархии государственной, государственной Российской Федерации, что он не имел права, кстати, по конституции. Никакой религиозный деятель не может занимать никакой роли в государственной иерархии Российской Федерации. Патриарх Кирилл занимает такую роль. Его охраняет ФСО, Федеральная служба охраны. Значит, его, там, он летает на самолетах президентского отряда «Россия». Вот, недавно подтвердили, что все перемещения патриарха, это все, значит, за счет государства, через ФСО и через отряд России. Вот, и, значит, в такой стране, конечно, человек должен быть воцерковленный, извините за выражение, очень трудно выговорить это слово по-русски. Поэтому, значит, он регулярно ходит в церковь какой-то там, крестится, не умеется, но крестится. Вот, ну, значит, вот показывает, что он такой вот, весь такой церковный. Но в такой стране он должен быть обязательно женатым, с детьми, с семьей, он должен эту семью показывать. А у Путина никакой семьи мы никогда не видим. Никогда в жизни мы ее не видим. Мы видим его только всегда одного. И, значит, нам потом запустили такую же историю, как с Гитлером. То есть говорили, что Гитлер женат на Германии. Поэтому, значит, так сказать, у него там любовница Ева Браун, которую никто тогда еще не знал. Ее знали только в узком кругу. Вот, и там тоже очень странная история вся эта. Потому что до этого у него была его вообще племянница, которая самоубилась там и так далее. Там инцест какой-то в семье. Вот, и прочее. И у Путина примерно то же самое, потому что мы его с семьей никогда не видим. И только в 13-м году он разводится с Людмилой. Это вроде такой даже показатель того, что вот Россия становится нормальным государством. Потому что нормальным государством люди женятся, но люди и разводятся. Никакой драмы, кстати, нет абсолютно. Эта драма была в 70-е годы, в 60-е годы, когда там слишком большая роль была церкви. На Западе, в частности. Вот теперь никакой драмы нет. Но это семейная драма всегда, потому что все-таки люди расходятся. Но это не драма социальная. То есть люди не теряют в статусе, потому что они развелись. И глава государства может вполне развестись. Даже наоборот, это подавали. Вот видите, он такой же нормальный, как и вы. Вот вы разводитесь, и глава государства может так же развестись, как и вы. Но проблема заключается в том, что если он развелся, и до 2013 года, аж с 2006 или 2007 года гуляла эта история с Кабаевой, с ее детьми потом сказали, что в Швейцарии у нее там были какие-то дети. И там сначала двое, потом еще двое. Там чуть ли, я не знаю, там выводок. Теперь там, я не знаю, там может 25-25 детей. Путин такой бык-производитель, или там, я не знаю, который только занимается тем, что производит каких-то детей от Кабаевой. Вот, и на самом деле, вот смотрите, сейчас 2023 год, 10 лет после развода Путина, и где его жениться с Кабаевой? Потом показывают вот эту Кабаеву, когда она носит там колечко где-то, то один день, то другой. Вот говорят, что ее видят. Но нет ни одной фотографии с Путиным в семейном кругу. Нет ни одной семейной фотографии, вообще ничего. То есть единственная фотография, которая у нас есть, это Путин, когда награждает Кабаеву каким-то там очередным орденом и так далее. Кабаева, конечно, является кошельком Путина, то есть она является там, стоит во главе какой-то медийной империи, как называется эта подяга, полугосударственная, такая же, как у Пригожина. Но эта работа, это не семья никакая, это то, что дает ей деньги. И вы видели, вот совсем недавно тоже она в Беларусь съездила, то есть это она такая вот представительская у нее работа. И видно, кстати, что эта работа ей мало нравится, потому что если бы она ей нравилась, она бы не связала с экранов телевидения, ее приглашали бы на все журналы, но она прячется тоже, там она делает какие-то себе пластические операции, выглядит моложе, в свои 40 лет выглядит моложе, чем она была до этого, вот и так далее. То есть там странные истории, плюс, это мы тоже с вами проговаривали, вот посмотрите, даже, ну мало того, он на ней не женился, что противоречит канонам русской православной церкви, государство, семья, еще там еще труд, вот как у немцев это было, вот, но семья, это имеет огромное значение. А Кабаева, значит, не жената с Путиным, или говорят, что они женились, но почему-то тайно, венчались, но почему-то тайно, почему тайно, почему это нельзя, то есть понятно было, когда это говорили, что она была его любовницей, но после официального развода с Людмилой, вообще они должны были там на следующий день жениться, наоборот, сделать церемонию, вот видите, вспомните, когда происходят какие-то церемонии в английском, значит, королевской семье, это наоборот, это там, я не знаю, это миллиарды просмотров по всему миру, когда там празднование какое-то, похороны, без разницы совершенно, люди это обожают. И представьте, вот что, если бы Путин, там его патриарх Кирилл, с этой самой Кабаевой, значит, венчал в храме Христа Спасителя, это было бы все глянцевые журналы со всего мира сделали бы там лучшие свои продажи, там миллионные, миллиарды просмотры, вот почему-то этого нет, вот почему нет. А ответ очень простой для меня, что на самом деле ничего этого нет, это просто версия. Вы сказали о том, что Путин не соответствует Семейному кодексу России, как и Медведев, Володин, Жириновский. Что вы имели в виду? Ну, что имели в виду? Это то, что вы меня провоцируете даже по старому грузинскому анекдоту. Я думаю, что все наши зрители уже поняли этот старый анекдот, что я имел в виду. То, что в Российской Федерации, в общем, не секрет, это даже совсем везде обсуждается абсолютно широко, что в Российской Федерации есть на официальном уровне среди большого количества политиков гей-лобби, половина из которых все женаты. Вот, допустим, у Жириновского тоже была жена, потом тоже с ней развелся. Но с ним есть там куча фотографий, где куча мальчиков в бассейне вокруг него, и это совершенно секрет Полишинеля, что он обожал это дело. Вот про Володина говорят то же самое. Медведев, ну, если посмотрите вы на его жену, то все россияне, кстати, насмехаются над Макроном, говорят, вот там, значит, Бриджит Макрон, там на 20 лет старше Макрона, что правда. Вот, и, а вот если вы поставите Светлану Медведева рядом с Медведевым, то она выглядит абсолютно как его мама. Она не выглядит, они вот не выглядят людьми, которые имеют одинаковый возраст, потому что Дима-то на самом деле выглядит моложе своих лет, вот, а жена его старше своих лет, и поэтому там получается тоже у них такая же примерно разница в возрасте, по крайней мере, визуально, как у Макрона с Бриджит. И, значит, вот это потому, что это такое гей-лобби, причем, опять же, это гей-лобби, которое существует в стране, которое гомофобское, которое принимает огромное количество законов против людей с нетрадиционной сексуальной ориентации. И, в принципе, опять же, вот всегда, когда мы на эти темы беседуем, там, говорю, на самом деле, все люди имеют право, потому что я вот живу в европейской стране, здесь абсолютно к этому индифферентно относятся, на самом деле, люди. Вот есть какие-то там активисты, конечно, которые там ходят с этими цветными флагами, на самом деле люди к этому абсолютно нейтрально относятся, то есть живи себе своей жизнью, никого это не волнует, и никто не будет лезть себе в постель, если только ты не какой-то государственный деятель, потому что тогда люди хотят знать, какое у тебя настоящее твое лицо. И поэтому вот в Российской Федерации, опять же, мы бы не копались в этом грязном белье, что нам, кстати, регулярно пишут в комментариях, нам говорят, вот, тут собрались, значит, две бабушки на заваленке, значит, щелкают семечки и обсуждают всякие там грязные истории, постельные истории наших правителей. Вот, на самом деле нет, потому что в стране, которая закрыта, раз, которая вообще почти диктатура, два, и которая принимает человека ненавистнические законы, три, мы обязаны это обсуждать, потому что когда есть официальная идеология, и они все говорят, что вот люди там в Чечне вообще убивают за это, да, вот последняя история, я не помню, как зовут этого актера, артиста, которого кадыровцы вообще убили, просто потому что он нетрадиционной ориентации. Вот, там мы знаем, что они там принудительно лечат. Теперь, кстати, законодательство Российской Федерации снова вернули эту советскую практику, когда нетрадиционная сексуальная ориентация считается психиатрическим заболеванием, и в закон они вернули, так сказать, положение о том, что создаются медицинские центры, где это все дело будет лечиться, а до этого еще создавались какие-то православные церкви, где все это, центры, где все это предлагается лечить как болезнь или как там, я не знаю, как девулиаду какую-то, как проявление там плохих нравов, и в этом государстве, которое приняло такое количество жутких совершенно законов, глава государства у нас очень сильное подозрение, что на самом деле он тоже, и Медведев тоже, и Ралдугин тоже, и Володин тоже, и Жириновский тоже, и еще много кто тоже. Вообще, если послушать, вот послушайте, кстати, Станислава Белковского, да, у него давно есть чуть не исследование на эту тему, о том, что вообще гей-лобби правит в Российской Федерации. Вы также сказали, что у Путина, на Ралдугина и Медведева, а у них на него столько компромата, цитирую вас, что Путин им доверяет на 250%. Ну, я чуть-чуть поясню, не в этом смысле, там не одинаково в ту и другую сторону, потому что компрометировать вы можете человеку, у которого реальная власть, вот его можно компрометировать, то есть это скорее Ралдугин и Медведев могут скомпрометировать Путина, да, потому что они с ним очень давно знакомы, они с ним очень в близких отношениях, можно сказать, даже в интимных отношениях, даже если не иметь в виду какую-то сексуальную подоплеку под этими отношениями, то есть они очень близкие друзья, Ралдугин об этом рассказывал, что когда они там были, когда Путин служил в Ленинграде, они были очень близкими друзьями, Володя спал у меня, я спал у него, мы ели-еле там целыми днями вместе, не разлей вода и так далее. То есть, ну, в нормальных условиях мы бы даже прошли, не заметив всего этого дела, ну, а вот когда, если мы начинаем копаться, и, кстати, почему мы начинаем копаться еще, потому что вот старая история психологическая уже давным-давно доказала, что самыми большими гомофобами, то есть людьми, которые преследуют за нетрадиционную сексуальную арестацию, являются люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые это скрывают или не хотят самим себе в этом признаться. И вот это вот классический вариант Российской Федерации, особенно на всех верхах. Но люди задают вопрос, а зачем тогда их нужно назначать на такие должности, там, типа, вот Володин, например, да, председатель Государственной Думы, а до этого он был даже главой президентской администрации, там, и так далее. Да потому и назначают, потому что, когда у власти есть на вас компромат, вы делаете не то, что вы хотите, а то, что хочет эта власть. Поэтому во власть, кстати, не берут честных людей. Вот на, допустим, Алексея Навального, несмотря на все время, никакого компромата на него найти нельзя. И вот Алексей Навальный, кстати, если посмотреть, вот посмотрите на его семью. Да, очень красивая пара, очень красивые дети, все такие очень западные, все такие красивые, и одновременно все такие русские. Вот. И он, конечно, идеальный совершенно политик, там, будущей России или современной России мог бы быть. И поэтому, кстати, его запирают в тюрьму, потому что на него нет компромата. А вот всех, на кого есть компромата, их всех ставят на заметные должности, потому что ими тогда можно легко управлять. В том числе, кстати, и Томин Путин. Также вы говорили, вот у нас еще три минуты в завершении, я знаю, что у нас полчаса, что Путин в детстве, у него были проблемы его, и поэтому он пошел на борьбу. И он занимался борьбой, чтобы исправиться от своих неких комплексов. Вы об этом говорили? Ну, это Путин об этом говорил? Я просто это озвучивал, потому что я вообще, вот мне там говорят, вы, Сергей Алексеевич, ты что-то там придумываешь. Я ничего не придумываю. Я читаю биографию официальную Путина и рассказываю вам просто, что эта биография значит. Да, потому что там Путин был маленького роста. Путин был щупленьким мальчиком, слабым мальчиком. Он рос в подворотне Ленинградской, где его, естественно, как маленького и щупленького били несчастно, нещадно. И он об этом сам рассказывает. Он говорит, да, меня вот там, но он не говорит, что меня там насиловали целыми днями, заставляли заниматься каким-то нетрадиционным сексом со старшими подростками или с мужчинами взрослыми. Этого он не говорит. Но он говорит, что меня били, и мне надоело все это дело, и поэтому меня привели в секцию бокса сначала, где мне сломали нос для начала. И, значит, я понял, что бокс – это не для меня. И потом я попал в секцию борьбы. И там все пошло хорошо. И потом даже он стал хулиганом, потому что он получил возможность техническую, потому что когда его научили приемом борьбы, он, значит, уже мог нам чем-то ответить. Не обязательно всегда, но уже даже пацану, который сильнее его физически, но не владеет приемами. И поэтому это все Путин рассказывал. Ну, а дальше мы же, так сказать, мы жили в Советском Союзе. И, кстати, это не только в Советском Союзе. Любой спорт, особенно спорт контактный. Вот борьба – это, значит, два мальчика на ковре находятся друг у друга в объятиях за целыми днями. А перед этим, значит, вы проходите через раздевалку, значит, раздеваетесь все до гола, сменяете одежду из цивильной, надеваете спортивную. Потом вы все потные после тренировки идете в ту же раздевалку, раздеваетесь, идете в душ, моете все, опять же, голенькие, все мальчики между собой. Вот. И так у Путина всю жизнь. Если вы посмотрите всю его жизнь, он целыми днями занимался этим делом. И даже с Ралдугином. Вот я вам напоминал эпизод, когда накануне отъезда в Германию вот нормальный человек, когда уезжает там на четыре года или там на два года, он проведет последние дни с семьей, там, с женой, с детьми, с ребенком, тогда у него был один ребенок, маленький, кстати, почти грубной ребенок, с родителями, которых он оставляет в Ленинграде, с престарелыми, вот, и так далее. А Путин уезжает на сборы с Ралдугином, на какие-то сборы дзюда и дзюдаистов, где живет, значит, и общается с мальчиками, и над ним эти мальчики издеваются. И даже это рассказывает сам Путин и Ралдугин, что какой-то пацан там над ними хикикал, говорит, вот какие-то два козла тут живут в соседней палате, неизвестно, чем там занимаются, и так далее. И Путин потом выходит на следующий день на татаме, и этого мальчика бедного, несчастного приложил к ковру так, что ему мало не показалось. Это рассказывает Ралдугин официально, биография официальной Путина. Книжка «Разговоры с Путиным» от первого лица. Перечитайте. Самая замечательная книжка, которая вообще была написана про Путина. Так что это все он сам рассказал. Главное просто здесь к мне, как бывшему шпиону, проще это прочитать. То есть я внимательнее читаю, я внимательно анализирую то, что рассказано. И то, что люди не видят, я просто вам собираю в одно место, и тогда вы сами говорите, а как же мы это не видели? Это же у него написано. Да, вот так и не видели. Друзья, мне кажется, что самые интересные рассказы всегда от шпионов, и Сергей Жирнов это великолепно демонстрирует. Сергей, благодарю вас за действительно нетривиальный подход, нетривиальные истории. Надеюсь, что мы с вами продолжим этот сериал, вот как мы с Марией Максаковой делаем сериал про путинистов-путиноидов, путинское окружение. Так мы с вами, ваш интересный взгляд, нетривиальный взгляд шпиона, и, безусловно, что вы еще и были сокурсником Путина, что тоже делает эти истории все более-более пикантными. Друзья, поставьте лайк этому видео, напишите в комментарии, откуда вы нас смотрите, подпишитесь на мой YouTube-канал, подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова. Если смотрите на нас телеканал прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться. Даша Счастливая, Сергей Жирнов. Спасибо вам большое. До скорых встреч.